всем доброе утро мои хорошие тут у меня за окном птички поют я открыла окно сегодня нереально высокая температура на улице 20 градусов и у нас тут поют птички за окном где-то вот тут на дереве птичка сидит я наверно спугнула ей ой как жалко я прям прислушалась прям вообще птицы поют это же просто реальная весна улетела ну ладно если она еще запоет я тогда включусь сегодня я собираюсь ехать к дочке сейчас я смонтировала видео про свой пылесос любимый увлеклась сейчас уже когда я его выложу на youtube тогда я соберусь и поеду к дочке погода нереально классная уже не терпится выйти на улицу но я наверное выйду скорее всего уже ближе к вечеру у меня такая дома тишина и сейчас птички пели прям что-то там такое трели соловьиные не знаю какие вообще что за птичка там пела я занавесочку тихонечко отодвинула но она видно испугалась и увидела может быть и улетела но если она еще прилетит начнет петь вообще здорово хотела вам дать послушать весну ну а я сейчас собираюсь завтракать думала что позавтракать хлеб у меня закончился я брала немного хлеба но так как я сегодня уезжаю поэтому я за хлебом не пойду я решила сварить пельмешки у меня как раз немножко пельмешек было в морозилке я их сварю со сметанкой покушаю ну и сейчас я смотрю видео своего любимого блогера алекса брежнева дальнобой мне нравится как он там что рассказывает жду пока выведется мое видео вот осталась мне одна минута и она должна сама отключиться вот она уже отключилась я просто могу спокойно смотреть телевизор и не бояться что я прозеваю пять минут который должно вариться у меня пельмени а печечка у меня грязная я вчера жарила картошку и не помыла ну сегодня помою все мои пельмешки сварили сейчас буду кушать опять пришлось мне открыть свой гардероб в общем я озадачена что мне одевать сегодня и вообще что за погода будет я посмотрела и вот сегодня 20 градусов завтра 20 градусов и последующие 10 дней будет тоже тепло 18 там 16 но в общем теплым короче говоря и я решила что я одену ну а джинсики с футболочкой одену одену вот эту вот утепленная у меня вот это вот кофточка такая вот как она туника что ли называется одену сверху а куртку я возьму с собой а даже одевать ее сейчас не буду потому что в ней сейчас будет жарко но она легенькая она хорошо складывается и возьму ее с собой но соответственно кроссовочки вот такая вот погодка у нас ребята зеркало думала тут у дочки побольше чтоб я хоть показала свой прикид девочки ну вот он мой прикид вообще я привыкла ходить спортивном стиле это мой такой вот стиль ну не знаю может быть он где-то как-то молодежный но там одна девочка написала куда там бабушки молодежный стиль вы подождите где бабушка я как бы бабушка для внука своего а вообще там как бы я женщина еще такая энергичная ну я в спортивном стиле ходила и буду всю жизнь ходить я не знаю под я другой бабушкинский стиль просто еще вообще не представляю на себе могу дома конечно в халате в каком-то там походить но на улице вот кроссовки джинсы это всю жизнь я носила и прямо ношу это мою ну а если расстегнуться я тут футболочки кстати вот с коротким рукавом это у нас такая жара девчата я просто запарилась я не знаю у нас прям не знаю лето хоть сплит включай ну вот так вот я хожу бабушка я там не бабушка ну я не знаю я еще нормальная такая бабушка и современная бабушка только для дэни до а до этого я дуды не еще бабушка как-то не было а тут дуды и дуды не было настя да но до внуков как бы я еще бабушка не было короче какая вам там бабушка женщина 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 да ты не понравились макарончики с дырочками дады не так и вкусно интересно кушать вилочкой накалывает но руками помогает макароны да вкусные дыня нашла я только в ашане вот эти макароны с дырочкой внутри это не спагетти а прям макароны вот надо будет еще купить почему-то их нету в магазинах которые находятся поблизости вот они вот эти макароны ашан это только в ашане продают получаются вот такие макароны которые последние девочки я не знаю почему перестали выпускать но раньше макароны такие продавались всегда и они прямо вкусные с мясом хоть сыром тут чем угодно с любым с любым с чем угодно хоть так можно их масса с маслом есть срочно дотя включила пылесос который тут ездит и шлестит потихонечку этот пылесос вообще для поддержания чистоты я так считаю когда вот просто уборка сделано и каждый день можно такой пылесос включать и он поддерживает чистоту и как бы влажность увлажняет можно сказать полы влажная горочка на пыль собирают всем доброе утро я у дочки уже наверно третий день позавчера я приехала вечером но она забрала посылочку и вчера я занималась целый день что я снимал эту посылочку и монтировал это видео в общем некогда было оторваться много сил затрачено у меня на это на это видео эта посылочка гранд сток там в основном детские вещи заказала там кое-что для себя платье очень симпатичное посмотрите видео а что у нас сегодня за погода вчера было теплым вчера было 21 градус общелетняя погода но я просидела дома не занималась монтажом и съемками до занимает это много времени вот но сегодня тоже принципе тепло плюс 15 но ветерочек пасмурно немножко так прохладненько сейчас дочь я повела дынечку в садик я решила пока сейчас немножко проветрить помещение и сегодня я в общем-то собираюсь заняться домашними делами не знаю если меня ничего не оторвет от этих домашних дел никакие вдруг какие-то другие более важные вещи но я сегодня хочу в общем-то приготовить говядину хочу сделать тушеную что-нибудь еще может быть приготовить ну и уборка уборка стирка в общем обычные такие вот домашние дела потому что сегодня пятница впереди у нас выходные дни дынечка будет дома и уже будет не до уборки ну на улице вот как видите такая погода обыкновенная облачность не знаю солнышко будет сегодня или нет но я посмотрела по прогнозу вообще у нас сегодня опасно сейчас я открою окошко чуть-чуть проветрим пока дочка не пришла а то она мерзляка говорит я буду мерзнуть закрывая все пока ее нет немножечко проветру собрала я кое-какие пасти ружки решила постирать кстати одна подписчица у меня спросила сколько стоит этот пятновыводитель фаберлик и насколько мне его хватает ну я не знаю достаточно наверно найти зайти на сайт вот видите половинку я кладу половинку там у меня порошка и половинку этого пятного водителя вот я считаю достаточно зайти на сайт это можно посмотреть и цена ну дело то что так как цена там всегда колеблется цена без скидки я не беру но только если уж прям очень надо я беру когда есть акция со скидкой один раз была акция там два по цене одного так я два взяла но мне хватает надолго я же по чуть-чуть кладу при том не всегда кладу я на белые ткани кладу в основном на детскую одежду пятновыводитель а если вещи допустим там наши и они не сильно загрязнены просто надо свяжить ну тогда я не кладу этот пятновыводитель в общем короче не знаю не хватает надолго а цена она так сильно колеблется там одна скидка на нее другая может быть скидка и при том что у меня у меня личная скидка еще есть поэтому затрудняюсь я цену сказать зайдите на сайт faberlic и посмотрите пятновыводитель какая цена чуть не забыла налить кондиционер но кондиционера если белья немного я наливаю совсем чуть-чуть кстати мои хорошие что я еще хотела вам сказать и я не не упоминала наверное в предыдущих видео вот смотрите хлопок и синтетика там интенсивность стирки она почти одинаковая но там разница уровень воды на синтетику воды наливается меньше ну и там же меньше белья рекомендуется но так как я стираюсь белье смешанное то есть там и хлопок и синтетика все у меня вместе поэтому я смотрю если я положила полный барабан белья и мне нужно больше воды я тогда включая режим хлопок выставляя температуру 40 градусов и стираю а если там мало белья допустим да там немножко и положила тогда я выбираю режим синтетика и даже если мне там лежит хлопок допустим но синтетика будет просто меньше уровень воды но это как бы так знаете на любую стиралку подходит хотя тут машинка она сама регулирует уровень воды но опять-таки чтобы вы знали что вообще ну как бы вот на машинках на всех там вот есть такая тема что на хлопок воды больше наливается и даже когда стирается белье если заметите если обратите внимание воды будет больше вот но там не нужно в принципе чтобы было прямо много воды если я хочу чтобы белье хорошенько выполоскалась допустим вот я сокращаю время стирки да например сейчас я поставлю к примеру хлопок вот к примеру я ставлю хлопок 40 градусов и время я например всегда сокращаю если там не сильно загрязненное белье но если я допустим там волнуюсь что у меня она плохо вы полоскается и просто дополнительно добавляю дополнительное полоскание и все и вот час 13 меня устраивает это время режим хлопок и пошли пошли стирать все пошла водичка вот а нам пришли домофон устраивать очень хорошо теперь мы не будем бегать вниз для того чтобы мастеров сюда привезти в общем девочки пока у меня там стирается белье я решила сварить кашку манную хочу кашку прям люблю ее и хочу сварить кашку жиденькую кстати вот эта кружечка мерная это дочери фикс прайсе брала она с такими делениями я вылила сюда бутылку молока а на бутылке написано 930 миллилитров значит вот здесь деление они точные но у меня молочка еще есть еда литра долью уже вот и сварю литр молока оставлю себе стаканчик для чего-то вот ну и на литр молока я насыпаю две с половиной столовые ложки манки ну а сахара по вкусу дочка например она тоже манку покушать сахар особо не любит ну на литр где-то можно там не знаю столовую ложку полторы столовые ложки лучше всего две с половиной короче манки и столовую полторы столовые ложки сахара и ну можно пол чайной ложечки можно чуть меньше соли и все закипает будем выливать ставлю на плиту вот я приготовила такую смесь тут манка и сахар и соль все вместе я сразу перемешиваю стаканчики и уже ставлю стаканчик возле плиты как только молочко начнет подниматься я буду это высых высыпать тоненькой струечкой и помешивать ну и все и потом у меня каша на медленном огне варится пять минут и выключаю настоится можно и и есть пить кому как нравится так но сейчас моя задача снять постельное белье хочу поменять постельное белье постирать вернее его дальше у меня там стирка уже одна идет ну и заодно я промою полики везде все поубираю молочко надо не прозевать молочко и поставила надо сейчас будет дождаться пока она закипит чтобы уже сварить кашку и тогда уже эти постельные а то сейчас начну снимать постельное а у меня молочко убежит это же не порядок что еще и собираюсь сегодня сделать я размораживаю говядину я хочу потушить ее в мультиварке на режиме тушения на два часа поставить с лучком сделать ну в общем сейчас молоком закончу и тогда мясо поставлю а вообще девчата знаете что я поняла я когда занимаюсь вот этими домашними делами я в этот момент отдыхаю я получаю удовольствие я сегодня с удовольствием сейчас займусь такой рутинной домашней работой наверное знаете у меня я просто отдыхаю морально и голова моя отдыхает когда вы вот я убираю что-то делаю для меня физически это не трудно а в этот момент просто у меня происходит отдых в другом плане я просто вот расслабляюсь как-то отдыхаю именно в этот про в этом моменте в этом процессе поэтому стирка уборка там я не знаю что там и там что-то готовить я отдыхаю в этот момент вы думаете что я тут тружусь что ли что мне припахали я с удовольствием сейчас это делаю все вот у меня кашка кипит потихонечку сейчас еще пару минут и выключаю все и будем пить кашку я кашу эту не ем с тарелки я ее наливаю в стакан и пью вот такая нравится мне кашка вот я мясо нарезала такими вот кусочками но не мелкими не крупными средними в общем произвольными кусочками и лук порезала добавила растительного масла и поставила в мультиварке на режим жарка на 10 минут чтобы закупорилась мясо вот теперь я приготовила вкусную соль но она мне в такой баночке она там с разными приправами травами перчик по вкусу соль по вкусу лаврушечку сейчас вот этот режим жарка заканчивается и и я туда уже все это насыплю соль перец и налью водички чайник скипятила уже поставила рядом но водички налью так чтобы прикрыла чуть-чуть потому что я хочу мясо с подливкой чтобы можно было есть его с кашей чтобы была подливка и поставлю режим тушения на два часа потому что это говядина она тушится долго но мы любим чтоб она была мягкая и легко прожевывалась в общем легко ну и все пойду продолжать для дальше заниматься своими другими делами а чем занимается дочка она устанавливает лампы смотрите целая куча ламп и она сейчас подбирает подсветку такую чтобы было хорошее освещение собирается снимать для вас видео и в общем трудится тут вся настраивает освещение вот пробует пробует но не будем ей мешать пока у меня дочь это собирается съемками своими заниматься я тут в спальне вот сняла постельная стирать пока не буду но уже сложила я сейчас сяду пока каталог полистаю faberlic и заодно выберу что-нибудь новенькое себе что интересного в этом новом каталоге посмотрю кофе поставила себе телефончик короче я здесь себе уголочек такой присмотрела в общем девочки пока моя дочка там снимает я тихонечко пока посижу полистаю каталог фаберлик что новенького интересно сейчас подписываю потом сделаю заказик метод кофе телефончик кто-то у меня спрашивал именно робот пылесос вообще покупать не покупает стоит не стоит его покупать я вам хочу сказать что робот пылесос если он делает влажную уборку то он в принципе пыль ну как бы немножко и и прибивает так что сказать если допустим дома не убиралась скажем несколько дней там до дня два-три но уже робот пылесос вот мелкие крошки они остаются на месте он собирает что-то частично что-то не собирает поэтому генеральную но не генеральную уборка не знаю такую вот уборку чтобы сами именно шваброй пройтись все пропылесосить или подмести но потом прям хорошо помыть полы это нужно делать в любом случае а робот пылесос вот допустим я сейчас помою полы хорошенечко прям помою и вот завтра уже можно будет робот пылесос включать и пусть он ходит уже поддерживает чистоту скажем так для поддержания чистоты робот пылесос можно иметь ну а вот как именно такую основную уборку но он слишком слабоват для того чтобы делать хорошую уборку просто для поддержания чистоты все пока моя дочь там занимается в той комнате я здесь решила прибраться постельное поменять и помыть полы все сделать пока да и не в садике потому что он мне уже не даст ничего делать вот и все дела уборочка закончена постельная застелила но пока застелила другое что нашла в разброс комплект ну зато теперь чистенько полики помытые все можно идти дальше дочь а там снимается у меня целый день и прямо вот не дает мне уборкой заниматься в общем девочки мы так быстро поели сели с дочкой потому что целый день были заняты и уже потом сели по-быстрому поели говядина получилось а просто не знаю божественная она во рту прям тает и жевать не надо и мы так поели с кашкой и просто по-быстрому но то что осталось я сейчас положи положила в контейнер и уберу в холодильничек отличная просто я не знаю последний раз когда такую вкусную делала в общем два часа тушить и все кстати я тут все прибрала проветривала сегодня целый день на балконе окно закрыла сейчас на балкон пока еще открыт а тут я уже прилегла просто чуть-чуть отдохнуть на диване потому что подустала чуть-чуть как-то даже не столько я убирала сколько знаете вот сидела и старалась не мешать дочке снимать видеосъемку вот ну в общем в комнате в этой тоже уже все все чистенько все убрано все проветрено уже и постельная уже застелено все белье сохнет пододеяльник на дверь повесила потому что веревок не хватает у нас вот ну и что полики везде помыла нам же повесили вы видите домофончик трубочку все дочка придет сказала наберет чтобы я открыла дверь проверим но уже проверяли все работает все хорошо я уже искупалась голову помыла в общем короче говоря завалилась на диван сейчас и все ничего не буду делать больше сегодня буду отдыхать дочка сказала тоже сегодня делать ничего уже не будет она устала у нее сегодня съемки были она 6 часов подряд снимала это же какой-то кошмар ужас но это старалась ей не мешать но в общем так потихоньку потихоньку так убирала где-то что-то делала в промежутках постирать умудрилась даже две стирки сегодня вот выпустила я видео сегодня вышло видео у меня посылочка гранд сток и вот прошел час как вышло видео начало я читать комментарии и в общем комментарии что-то я не знаю какие-то не радостные вот я не знаю бывает прям пишут комментарии все хорошие кому-то кажется что я обделяю внучку что я и вот меньше там заказала внуку больше заказала вещей источник так сказать и доходов и подарков в общем там нормальный и если бы я видела что там есть необходимость вот знаете тогда бы может быть я туда больше заказывала Денька тем более мальчик он же все время пачкается постоянно он еще тем более маленький внучка она уже постарше и она уже так вот сильно не пачкается у нее есть прекрасное количество одежды если там будет необходимость я закажу и все а внук я так как так как я все время здесь провожу время много да и я вижу что ему каждый день нужно новый комплект одежды вот буквально вот утром одеваем чистые трусики чистые носки чистую маечку футболочку когда он дома выходные дни находится то и даже бывает по нескольку раз на дню приходится его переодевать потому что он еще любит побаловаться и он вечно на себя что-то разольет даже просто водичка там намочил майку или что-то ел там запачкал поэтому несколько раз на дню приходится его переодевать ну и в садик соответственно каждый день нужно новый комплект одежды шорты и футболка в общем все это нужно ему все время ну и потом он растет и вырастает быстро поэтому ну как бы у меня есть такая возможность заказик сделать для ребенка и я сделала и для внука и для внучки и я не вижу чтобы я внучке заказала больше внучке два костюма заказала а внуку два костюма и двое шорт а кто-то пишет вот вы там снимаете рекламу ну ребята все блогеры снимают рекламу я не знаю это для кого-то может быть я америку открыла кто-то об этом не знал а потом скажите мне пожалуйста а кто против того чтобы бабушка пенсионерка приобрела себе какие-нибудь халатики тунички например маечки лишь только ну за то что я прорекламировала этот какой-то магазин но я же и ношу эти вещи это не то что же я там прорекламировала и и все эти вещи выбросила да я их ношу они мне нравятся я говорю о том что они мне нравятся если мне что-то не нравится то я и рекламировать не буду все откажусь кто-то из подписчиков написал такой комментарий что почему-то вот бабушки любят больше своих внуков от своих дочек это вам наверно кому-то показалось что я меньше там люблю внучку ничего подобного я люблю не меньше я люблю всех своих детей и внуков и Наташу невестку я тоже считаю ну как она жена моего сына то есть это получается его семья это так же моя семья получается то есть я ее тоже отношу как к своим детям мои дети внуки когда я говорю то я имею ввиду их пару и их семьи полностью и естественно я их всех люблю так что никого я не обделяю кому я чего должна я сама знаю но я смотрю комментарии не все пишут кто-то пишет кто-то пишет ура весна обновочки вот люблю такие позитивные комментарии они меня вдохновляют для того чтобы я вам тоже дарила позитив но я хочу сейчас на этом видео свое наверное завершить потому что что-то я тут уже понаснимала уже не один день снимаю ну надо этот влог уже смонтировать вам выложить а завтра или может быть вечером сегодня не знаю ну и потом же начать надо новый влог да в общем видео свое заканчиваю на этом кому видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и до новых встреч пока пока и до новых встреч